Кадыров старший КГБ еще начинал с исламского университета в Бухаре, то есть его можно считать даже не предателем чеченского народа, а врагом чеченского народа, старшего. И их поставили, вот эту семейку, их поставили в качестве маринеток, именно для того, чтобы они проливали чеченскую кровь. Потому что у нас в истории никогда такого не было, чтобы чеченцы убивали чеченцев. Но руками этих, извините меня, мерзавцев, русские смогли это сделать. Именно Кадыровы начали убивать чеченцев. И по сегодняшний день всеми способами пытаются унизить, пытать убивать простых даже чеченцев в угоду Путину, по приказу Путину. И я уверен, что Путин, Путин, конечно, все знает про это, про эти преступления Кадыровых. И можно сказать, это и проходит по его приказу. Я про тиктокерство Кадырова. Это единственное место, где Кадыров без сопротивления даже одержал победу в соцсети и в тикток. На самом деле. И когда я вижу вот эту картину, как вы сказали, в кусты стреляют, в какое-то пустое окно, светофоры. Вот это, наверное, единственное то, что они умеют делать. Ну и издеваться над своим народом, пытать, убивать их, истязать. Вот что они умеют очень хорошо делать. Для этого мужества не надо. Вот почему. Действительно, мужественными были чеченцы, которые воевали против русских оккупантов. И здесь у этих героев чеченского народа они показывали мужество. Потому что они воевали против врага, против тех, которые разрушали наши дома, уводили наших родственников, потом их убивали. Убивали наших родственников, убивали мирных жителей чеченцев. И вот действительно, где были герои. Вот действительно, где были воины. А сегодняшняя вот эта банда, как вы еще вначале сказали, да, они могут своровать комбайн. Может, холодильник, может, телевизор, отвезти домой. То есть, это российская армия. У них нет ни веры, у них нет ни идеи. Если они могут, то воевать, идти воевать, то идут за деньги. Как они делали у нас в республике, российские оккупанты. То есть, ничего мужественного. А вот что касается Кадырова, то я даже вот так, наверное, обрисую его. Я тоже его хорошо знаю. Если даже его расплавить и залить его в формочку солдата, из него этой формочки даже не получится. Это не воин. Я, может, еще расскажу интересный такой смешной случай. Это было в начале Второй русско-чеченской войны, где-то в 2001 году, примерно так. Как-то Кадыров, младший, и его друзья попали даже не в обстрел, в них никто не стрелял. Недалеко произошла такая перестрелка, и они разбежались, а Кадыров залез в трубу. В трубу залез. Потом, когда уже все прекратилось на соседней улице, те, которые были рядом с Кадыровым, они сели в машины и уехали. А потом только заметили, что этого Кадырова нет рядом с ними. Они поехали обратно туда, нашли там его в трубе и вытащили его оттуда. Он там застрял. Говорят, даже резали эту трубу. Вот такой вот воин, в кавычках. Ну, я вам верю на все сто процентов, потому что я хочу напомнить нашим зрителям, что Кадыров заявлял, что он приехал в Мариуполь, а на самом деле по всем фотографиям стало очевидно, что он даже не покидал условные пределы Чечни, и хочется понять, где там такая армия, ты можешь себе кучу охранников, но побоялся даже этого, потому что возле Мариуполя настоящие воины и защитники, в частности, и азовцы. Анзор, мы знаем, что Кадыров успел, я даже не знаю, насколько серьезно воспринимать тогда, после всего, что знаете вы и мы теперь, эти слова, но тем не менее, он объявил кровную месть сторонником непризнанной республики Ичкерия. Ощущаете ли вы какие-то преследования? Вот в буквальном смысле, есть ли какая-то опасность, когда, например, вы находитесь на территории Украины или территории европейских стран? Или это тоже просто наравне того, что он должен поддерживать свой вот этот имидж псевдо-альфа-самца? Ну, нужно не кровную месть объявлять, это у нас не так делается, это наша древняя традиция такая на Кавказе, а нужно идти воевать, а не трусливо вот так сидеть у кого-то за пазухой и отправлять других на войну в Украину. И как вы сказали, он якобы там приехал в Украину, там ролик сделал, записал, выложил у себя в ТикТоке, потом оказалось, что это была заправка на территории России, я даже думаю, что где-то Ростовская область, скорее всего. Вот, он любит так пустозвонить, можно сказать, говорить там, объявлять кровную месть, я даже не помню, сколько раз я про это слышал. Видимо, человека действительно замкнуло, и он не помнит, сколько раз он это сказал. Как, скорее всего, это какой-то ранний склероз, наверное. Ну, он боится тех, кто сегодня говорит правду. То есть вот так открыто может высказаться на камеру, показывая свое лицо. У нас есть такие активисты, и даже он отправлял в Европу своих киллеров, давал большие деньги, отправлял в Европу, чтобы убить вот этих активистов, блогеров. И по сегодняшний день, ну, по отношению ко мне, например, я знаю, что, я скажу, в прошлом году он оказывал давление на наших родственников у нас в республике, они все там у нас дома. Потом, когда они не смогли сломить меня, они начали уже угрожать моей матери. Она сегодня больная, она со мной, у нее онкология. Вот, и так я не могу, конечно же, идти на какие-то уступки или остановиться, потому что я провожу вот эту деятельность не ради своих родственников, а ради той истории всех тех, кто был убит этой Россией, наших героев, мирных жителей, которые были убиты российскими оккупантами. То есть, ради всех, ради теченцев. Поэтому я не могу остановиться, если они так хотят остановить, пускай пытаются. У нас даже говорят, что мы готовы к смерти в любой момент, и мы не цепляемся за жизнь, как они сегодня. То есть, мы знаем, за что мы воюем всеми методами, кто там на фронте, а кто вот так в информационном поле проводит или политическую работу. Мы знаем, за что мы занимаемся этой деятельностью, потому что мы думаем о своем будущем, думаем о своем народе, о прекрасном будущем, что в один прекрасный день мы добьемся гарантии безопасности для своего народа, а мы их обязательно добьемся. Мы не хотим, чтобы кто-либо на нас нападал, чтобы кто-либо на нас вешал ярлыки. Кстати, русские тоже вешают сегодня ярлыки на украинцев, что они там бандиты, фашисты и так далее. То есть, на нас тоже так же вешали ярлыки, что мы якобы террористы, мы бандиты и так далее. Но сегодня в мире поняли, что кем является на самом деле, кто является террорист и откуда исходит эта угроза. Сегодня Россия пытается пугать всех. Но Россия не та страна, которая может пугать весь мир. Да, я могу там согласиться, Советский Союз, это действительно была мощная такая страна в то время, лишь потому, что мы были в той стране. Анзор, напоследок я вас спрошу о будущем. О будущем, потому что лично для нас оно очень обозримое. После победы.